Всем привет! Новый день! Мы с Серёжкой выскочили. Уже едем по кладбищам. Хотела показать. Серёжа сделал такую розочку. Это для друга, который погиб на войне. Мы к нему тоже будем заходить. Такое прикольное. Красивое, правда, да. С металла. Умочка. Да. Едем вдвоём сегодня. Маму... Людей много. Маму на кладбище не берём. Потому что в её состоянии у неё это давление скачет бесконечно. Поэтому мы вдвоём поразвозим. Сейчас цветочки купим по пути. Поразвозим конфеты. Ну, пакетики. Вот. Всех проведаем на два кладбища. Нам надо ехать. И этот. Брат утром забежал. Он собирался с нами. Потом говорит, не поеду, бы приехал его друг с учения, с Европы. И неизвестно, когда они встретятся. Поэтому, говорит, простите, но хочу увидеться с ним. Вот такие вот дела. То мы уже вдвоём. Назар идёт на день рождения сегодня. К однокласснику. Ну, короче, мы уже с Серым отстреляемся быстро. Там всё поубрали на могилках уже заранее. Поэтому только разложим и всё. И домой. И не, потом ещё к маме. Ну, мы же посмотрим. Домой заскочим, потом к маме. Так что, да, поминальная неделя. Поминаем всех родных, любимых и близких. Сейчас к бабушке, дедушке, к брату моему, к Серёжиному отцу. И к другу, да? Ну, да. Идём с Серёжкой уже от мамы. Устали. После кладбищ заехали к маме. Она нам пирожков положила, она жареных. Сейчас купимся ещё в магазине. Там брату, он уезжает сегодня, тоже купила. Сосисок с собой купили ему. В общем, как-то так. Фух. Еле волочим ноги. Мы с одного кладбища, второе. Походили нормально. Жарко, утомительно. Но ничего. Сейчас ещё солянку сварю дома, чтобы что-то кушать было. И всё. Назарка у нас ещё на дне рождения. В бане. Такая жара, а Назар в бане. Прикольно. А теперь его можно в бане посылать. Ну да. Сейчас лампаем домой. Пойдём пешком через магазин. Так, сейчас разгружаю сумки. И всё. И лягу хоть часик. Тупо проваляюсь. Я не могу. Сил нет моих. Так, это от мамы компот с морозилки, со льдом. Так. Сейчас это тоже. Сейчас всё покажу. Расскажу. Я на солянку тут скупилась. Сыра кусочек. Колбаска такая. Тоже кусок на солянку. Кусок на бутерброды. Колбаса такая. И эти ребрышки на бульончик. Здесь пирожки от мамы. Что у нас здесь? Батон. Одну морковку взяла. Как бы есть в холодильнике. Взяла из-за кулёчка. Чтоб думали по пути. Картошки наберём. Внизу там колясочная. А Серёжа без ключей оказался. Поэтому кулёчек уже взяли. Морковка одна. Здрасте. Так. Томатный сок на солянку. Это тоже на солянку. Хлеб и молоко. Всё. Такие покупки. Я падаю, ребята. Вернусь к вам позже. Нет сил. Сейчас распихаю по холодильнику. И поваляться бы. У меня аж до потери сознания. Аж голова болит. На жаре налазились. Одеты ещё так. Уже в футболках нам было идти. Всё у меня на солянку подготовлено. Начала уже готовить. Было время. Хватит отдыхать. Закинула картошку. Мясо там варится. Лук, томатный сок. Огурчики, маслинки. Лимончик, колбаска двух видов. В общем, вроде бы всё. Я что-то с солянкой. Что-то бывает забываю. Что туда надо ещё. Жду Викторию. Сейчас придёт ещё и покраситься. Хочу успеть. Зажарила лук, морковку. Уже залила сок томатный сюда. Всё. Литровую я обычно беру сок томатный. Немножко перчика, приправки добавлю. Всё. Тут уже картошка у меня кипит с мясом. Сейчас заливаю. Как будет готово картошка и мясо. Закидываю колбасу, огурцы, маслины и лимончик. По идее всё. Сметану я не купила. Завтра куплю. Всё равно уже всё дня на ночь никто есть не будет. Это уже на завтра. Так, соляночка почти готова. Сейчас закипит. В принципе, можно выключать. Такая у меня получилась. Соляночка. Ещё сахарочка добавляю. Всегда я забыла сказать. Немножко для вкуса. Короче, опять я сегодня не покрашусь. Уже нет силы. На работу хочу отдыхать. Сейчас выключаю и спать. Буду 10 часов уже. Пока в интернете положу. Пока туда-сюда. В общем, опять не покрасилась. Ну что это такое? Никак времени нет. Не хватает. Ну ладно. Уже как есть. Всё, ребятки. В этом видео пока. Завтра я вернусь. Вернее у вас сейчас уже. Только в новом дне. Вот я уже и отработала. Пришла домой. Кушать хочу. Кошмар как. Просто ужас. Грею себе соляночку. Очень вкусно. Я на работу на обед брала. Мы ели с девчонками. И пришла домой. Прям ещё хочу. Обычно первое, знаете, хочется один раз в день. А это прям ещё хочется. Серёжки ещё нет. Витка уже дома. Назар тоже. У нас тучи там такие сгущаются. Непонятно. Дождь будет что ли. Вот так вот. Всё опять. Дом, работа, дом. Ничего новенького рассказать нечего. Это кетчуп. Это кетчуп. Мальчишки. Это, правда, задолго ждать. Папунечка, постри там соус кисло-сладкий. А ну как кетчуп. Зарка, скажи всем спасибо за поздравления. Комментариях. Чего вкусно, не? Спасибо всем вам за поздравления. Очень приятно было, правда? Пожалуйста. Отца не нажрётся никак. Вика говорит, мы же ей глисты занесли, когда стерилизовали. Съезд и опять просит. Съезд и опять косненажера. Ну, так раньше такого не было. Она всегда была миска пустая. Она как-то не выпрашивала всё равно. Выпрашивала. Не знаю. Мне кажется, она меньше ела. Нет. Нет? Да, она сейчас меньше ест. Потому что мы дозированно даём уже. Чтоб не растолстела. Так нам сказали. Да, так толстая. Ну, чё я не толстая? Я миниатюрная девочка, да? Да, моя сладка? Что она начинает делать? Живой шире головы. А у кошек всегда голова маленькая. Это у котов большая. Ну, такая крупнее, правда? Они так и отличаются. Отличаются, да. Когда видишь... Ну, это по дворовым. Я не знаю, как по породистому. По голове можно определить, мальчик или девочка. Фунт у бабушки, вон, какой головастый. Европастый. Да. А девочки у них маленькие головки бушуют. Пузяньки. Серёжка сегодня поздненько пришёл, возле машины был. А я уже почти засыпала. Он позвонил, я встала. Уже скоро ресницы надо делать. Встала быстренько погреть картошечку с яичком. Яичницу вбила туда на ужин. Для разнообразия. И всё, я буду уже отдыхать. Завтра снова на работу. Всё, всем пока. Нужно я сплю. Засыпаю. Всё, немножко такого обычного нашего вечера. Нудного. Всем пока.